13 часов и 5 минут в Кирове. Это прямой эфир на 101.0. Вас приветствует Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Мы решаем еще продолжить обсуждение темы возможного продления, увеличения числа майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Яркие высказывания у нас были по этому поводу в первом часе. Роман Титов, в частности, депутат УЗС, руководитель Комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства, высказался за то, чтобы все оставить как есть. Не надо трогать эту сферу. И количество выходных праздничных дней это не та тема, которая сейчас наиболее актуальна, которую нужно обсуждать. Михаил Курашин, напротив, это советник губернатора Кировской области, согласился с тем, что можно было бы продлить, увеличить число этих майских праздников и одновременно сохранить продолжительность новогодних каникул. Дмитрий Сергеев, гендиректор строительной фирмы «Маяковская» и член правления Союза строителей Кировской области. Ну, тут двояко... Борется в нем, да? Или даже с трех точек зрения, да, наверное, рассмотрел, как человек, да, за, но как руководитель компании все-таки против, потому что стройка, как сказал Дмитрий Валерьевич, зимой ввиду низких температур, да, и короткого светового дня не получается. Там максимально эффективно задействуют строителей, а в мае, когда у нас... А сколько там уже рассвет начинается? В три-четыре часа уже, да, достаточно светло. То есть все это сказывается на продуктивности и на эффективности работы строителей. Продолжим обсуждение этой темы. Напоминаю, что номер нашего прямого эфира 211-101. Если у вас возникнет желание высказаться, то можете это сделать. Да, поговорим с Татьяной Максимчук, руководителем компании «Бухгалтеры Я». Татьяна, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, здравствуйте. Хотелось бы услышать и ваше мнение по поводу возможного увеличения числа дней в майских каникул и сокращения праздников новогодних. Поддерживаете ли вы, не поддерживаете? Как вообще, в первую очередь, хочется спросить, да, на бизнесе это может сказаться? То есть накладывает ли это на руководителей, да, какие-то обязательства дополнительные? Что-то, возможно, нужно будет переделывать в документах? Как вообще это происходит? Ну, нет, с точки зрения работодателя, по большому счету, для бизнеса всегда плохо, когда столько выходных дней. Что это будет в январь, что это будет в мае, это абсолютно не будет, грубо говоря, играть в этой роли. Если только, конечно, это не связано, например, у бизнеса, у кого есть сезонность. Да, то есть, например, что может меньше сотрудников задействовать в январе, потому что у него как раз пад производства. А в мае, например, ему будет уже невыгодно, у него начинается сезон. Соответственно, ему такие длинные выходные могут явно не устроить. А что это за бизнес такой? Вот что-то, как-то у меня пример сейчас конкретно не может прийти в голову сезонность. А, ну, сельхоз, сельхоз, да, аграрии в том числе, когда тут, да, да, тут начинается самый активный сезон посевов, посадок и так далее. Да, то есть вот с этой точки зрения, поэтому тут только смотреть на сезонность. Единственное, я могу как руководитель бухгалтерской компании сказать, что нам было бы, например, это хорошо, потому что у нас в январь месяц начинается годовая отчетность, и нам такие длинные выходные очень сильно усложняют жизнь. А в мае как раз у нас заканчивается годовая и квартальная отчетность. Такие длинные выходные бухгалтерам было бы самое то. У меня другое предложение для бухгалтеров перенести Новый год на 1 мая. Почему бы нет? Ну, да, да, у вас все-таки, да, влияет. Ну, тоже... Ну, наверное, есть сфера, да, какая-то специфика, которая накладывает свой отпечаток на пожелания по выходным длинным, коротким. Ну, а личное ваше отношение, Татьяна, к этой инициативе? Возможно, у вас есть дачный участок, и вам хотелось бы там потрудиться ударно все первые 10 дней мая? Ну, у дачного участка у меня нет. Но, знаете, как человеку мне, наоборот, январский больше нравится. Потому что обычно в конце года, вот, знаете, как-то жизнь ускоряется, все пытаются успеть все до Нового года. И очень сильно к январским праздникам выходишь очень измотанным. И мне лично помогают как человеку восстанавливаться. А в мае я традиционно беру отпуск вначале, после годовой, квартальный, и отдыхаю и так, и так, получается. Ну, это ваше личное такое решение. Вы все равно находите возможность для того, чтобы отдохнуть столько дней, сколько вам подсказывает собственный организм, да? Да. Да, да. Спасибо, спасибо за комментарий. Татьяна Максимчук с нами была на связи, руководитель компании «Бухгалтер» и я. Я тут попытался выяснить, чем вообще, согласно результатам опросов, занимаются наши соотечественники в майские праздники. Вот что нашел. Опять же, вот ссылаюсь на службу «Хэдхантера», который я сегодня уже упоминал, активно она всевозможные исследования проводит. Почти 40% этот опрос проводился, сейчас скажу, этот опрос проводился два года назад, тоже весной 2021 года. Почти 40% опрошенных проводят майские праздники дома, на диване, с книжкой, что приятно, или у компьютера. Ой, грудь, мне кажется. Только треть привыкли уезжать в эти дни на дачу. Ну, это усредненные берутся данные, видимо, да, по всей стране. Я думаю, что есть более регионы с большим числом владельцев дач, загородных участков и так далее. Поездки на пикники, на природу, 20% опрошенных. Путешествующих по России у майские праздники не так уж и много. Ну, опять же, это конкретный опрос, да, не знаю тут, насколько можно претендовать на стопроцентную объективность. В общем, путешествующих по России всего лишь 4%. И 1% на заграничный отдых выезжал два года назад. Вот такой расклад получается. Ну, возможно, это как раз-таки связано с тем, что говорил Роман Титов о ценнике на майские праздники, которые, ну, и так дорого по России путешествовать, да, а в майские праздники это практически невозможно, да, для многих слоев населения, просто ввиду того, что... Да, могут только избранные себе позволить, да, по большому счету. 211-101, это прямой эфир, вы тоже можете высказаться. Ну, вот, кстати, мы напрямую, да, сейчас заговорили о каком-то туризме внутреннем, местном. Ольга Лобастова с нами на связи, учредитель Центра активного отдыха «Летучий корабль» и общественный представитель Российского союза туриндустрии в Кировской области. Ольга Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Ольга Анатольевна. Вот такие длинные майские праздники, насколько они вообще для сферы, в которой работаете вы, да, благо, или наоборот, лучше оставить длинными новогодние. Да, ну, потому что инициаторы этой идеи в Государственной Думе, они все это преподносят и с той выгодой, что якобы сфера туризма, она получит прилив желающих отправиться в турпутешествия, разнообразные формы и так далее, якобы вы от этого только выиграете. Есть сомнения, не отправятся ли все на дачу. В итоге мы туристов не получим ни в январе, ни в мае. Как вы, Ольга Анатольевна, оцениваете? Наш опыт говорит о том, что, конечно, вот январские дни – это пик именно семейных поездок. И поскольку мы занимаемся именно детским и семейным, мы ощущаем, что каникулы совпадают с большими выходными у работающих родителей, и семьи могут выезжать вместе. И будет ли это так же в майские праздники? Ну, тут, наверное, жизнь только покажет. Под сомнение ставите, да? Это больше подходит для тех, кто поедет на шашлыки, на дачи, да. Но, да, это может быть для людей и неплохо. Но для нас, конечно, пик поездок, пик приема туристов – это новогодние вот такие вот каникулы. В майске – это… Да, если так в количественном выражении посчитать, ну вот во сколько раз меньше у вас клиентов именно в майские праздники? Это прям в десятки раз. В десятки, то есть прям резко проседаете, да, именно в майские? Ну, вот, видимо, Владимир, те результаты опроса – 4%. Да, если сократят каникулы, и родители не могут с детьми ездить в зимние каникулы, конечно, да, это уменьшится количество экскурсионных групп. В майске… Ну, мы пока еще не знаем, например, если сейчас речь идет о выходных для работающих, это одно, а будут ли они совпадать с такими же каникулами в школах? И что будет делать образование, за счет чего будут нагонять программы? Это вот следующий вопрос, наверное. Да, да, мы затрагивали этот нюанс. Действительно, тут все-таки май, накануне последних звонков, накануне экзаменов и так далее. Там вот эти вот последние дни, особенно у выпускных классов, это будет так, наверное, критично, учебные дни. Ну, в любом случае, для нас, конечно, зимние каникулы – это важно, нужно, которые именно дети могут провести вместе с родителями. Поэтому нам будет, наверное, менее выгодные каникулы в майске. Ну, мы не говорим об этом, да, еще раз повторяем, что мы не говорим об этом, как уже о свершившейся факте. Но вот, по крайней мере, есть такая инициатива. Тут коллеги, депутаты у представителей новых людей говорят о том, что вряд ли эта инициатива пройдет и все останется как есть. И очень велика вероятность, что мы через год снова будем обсуждать эту тему, да. А, кстати, Ольга Анатольевна, подскажите, а вообще какие возможности, раз уж в преддверии мая мы с вами говорим, какие возможности вообще есть для отдыха у жителей Кировской области, у гостей Кировской области? Пока что в короткие, да, вот эти майские праздники. Да, в короткие, да, несколько дней привязанных к 1 мая. Ну, кстати, в этом году у нас там выходных и праздничных дней будет не так уж и мало. Мы будем отдыхать официально 29-го, 30-го, 1-го, 2-го, да, и там тоже, да. Какие возможности вообще есть? Поскольку мы занимаемся только приемом туристов Кировской области из других регионов, у нас это не горячий сезон, потому что это еще такое непонятное время, непонятный сезон. То есть экскурсионка бывает, групповые туры приезжают к нам, но, вот, например, мы занимаемся еще активным отдыхом. Майские праздники еще не сезон для сплавов, холодная вода. Это уже так, для очень-очень смелых, бесстрашных. Поэтому у нас немного предложений на майские праздники. Все понятно? Экскурсионные туры, да, но они не пользуются таким спросом, как в новогодние дни. Ну, а вот лично, не как руководитель, да, Центра активного отдыха, возможно, вам бы хотелось все-таки вот столь продолжительное время в мае провести на даче, отдохнуть от дел. Или вот в январе вы работали с туристами, а в мае и сами бы отдохнули, да? Да. Раз уж у вас такое затишье такое, да. Все, взаимосвязно, если мы потеряем туристов в январе, то не так будет радовать отдых в мае. Придется в моих нарастать. Ну, тем не менее, конечно, у нас, наша работа, она такая, не всегда зависит от красного дня в календаре. Мы в это время очень активно занимаемся подготовкой нового горячего сезона выпускных, поэтому мы работаем, ну, и поэтому для меня не так важно там, что будут еще дополнительные дни выходные. В это время для нас, как правило, не период отдыха, период подготовки. Отпихаем мы, как правило, в межсезонье, это апрель и осенью, в октябре, в ноябре, вот как-то так. А когда, напомните, официальный сезон у вас стартует, вот такой активный прям? Когда уж... Ну, детские программы плотно начинают уже сразу после майских праздников. Там уже и экскурсионка очень активно востребована, и программы в заповеднике сказок. Ну, а уже где-то с первых выходных июня начинаются сплавы на рафтах, на байдарках. Это уже тоже активно бронируется, особенно корпоративными командами. Здесь у нас уже много постоянных клиентов, которые уже забронировали себе удобные даты. Да, спасибо. Спасибо большое, Ольга Лобастова, учредитель Центра активного отдыха «Летучий корабль» и общественному представителю Российского Союза Туриндустрии. Может быть, кто-то найдется среди наших слушателей 211-101, кто вот так ярко четко скажет, да, хочу я длинные майские праздники, замучила эта работа, хочу отдыхать и так далее. Звукорежиссор наш машет рукой, он хочет. С книжкой валяться, да, как вот большинство участников опроса, просто на диване все эти 10 дней провести. Хотя, ну не знаю, мы же тоже, да, руководствуемся какими-то биологическими своими особенностями, да. Понятное дело, что в новогодние праздники там многие предпочитают в течение такого продолжительного времени хотя бы отоспаться, да, и, собственно, вот природа, погода это позволяет сделать, когда очень длинная, когда очень большая продолжительность темного времени суток, а тут май, тут солнце уже, все светло. Татьяна Максимчук правильно сказала, да, что перед Новым годом люди пытаются закончить все дела, которые не успели в течение всего года, и поэтому очень большая нагрузка, да, трудовая в том числе, и поэтому вот эти дни – это возможность выдохнуть, как-то отдохнуть. Ну, ходить в гости, принимать гостей в новогодние праздники – это тоже, наверное, своего рода работа, это же надо успеть приготовить один салат, второй салат, на стол накрыть и так далее. Нет, ну я так уже шучу, конечно. Это же несравнимо, да, с теми рабочими обязанностями, которыми ты выполняешь в обычные рабочие дни. Да. Ну, мне кажется, просто не все ведь 10 дней люди ходят по гостям, готовят салаты. Ну, слушай, у меня есть знакомые, которые ходят, ходят. Да не пускай их. Есть знакомые, ходят, и к себе зовут, и вот так проводят они все новогодние праздники. Ну, не знаю, вот такой ритм жизни у людей. Нет, я на самом деле уверен, что поддерживают люди. Очень много таких, кто хотели бы, чтобы продлились эти майские праздники. Увеличилось число их дней, и много на даче нужно сделать. Да, наверное, они этим мотивируют и дома успеть что-то сделать. Не знаю, разобрать зимние вещи, перестирать эти зимние куртки, сложить их в кладовки, куда-то в шкаф засунуть. Ты занимаешься ведь наверняка этим сбором, упаковкой на этих зимних вещей. Так что дел-то там много. Так ты решил меня подставить в середине часа, да? Мы хотели бы еще связаться с представителем сферы общепита. Есть у нас договоренность, да. Но самое, я так понимаю, самое получается, судя по тем спикерам, с которыми мы поговорили, вот одни говорят, что сфера общепита просядет в эти дни, а другие, наоборот, считают, что, ну, как же люди выйдут гулять в город, соответственно, они будут куда-то заходить, что-то перекусывать, и наоборот. А тоже погоды тут много, наверное, будет зависеть. В новогодние праздники, мне кажется, больше какой-то расцвет доставки, чем походов по ресторанам. Ну, сейчас узнаем. Ее расцвет доставки сейчас, в принципе, наверное, вне зависимости от сезона. Андрей Несвятая с нами на связи, управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства». Андрей, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Андрей, вот у нас за последний час обсуждения вот разные высказывали с точки зрения по поводу того, как длинные майские праздники отразятся на сфере общепита. То есть одни считают, что сфера просядет, потому что все разъедутся из города, и никто не будет ходить есть. Другие считают, что, наоборот, люди будут много гулять в городе, заходить в эти же кафе, что-то есть. Да, и сможет ли вообще, может быть, сфера общепита, она приспособится, да? Если действительно у нас майские праздники будут увеличены, как тут придется переформатировать свою работу или что? Как вы оцениваете вообще эту инициативу? Ну, в плане переформатироваться у общепита сейчас проблем точно нет. За последние два года мы научились очень... Вы уже научились всему, да. Что касается финансовой стороны вопроса, то тут будет прямая зависимость от погоды. В хорошую погоду это будет просадка, в плохую погоду это будет, наоборот, хороший доход. Поэтому тут, наверное, не столько длина праздников будет играть роль, сколько погода. Вообще в майские праздники сфера общепита чувствует, что приток клиентов или отток, или в общем и среднем все остается на том же уровне? Ну, здесь мы действительно очень сильно от погоды зависим. Тут разные годы. Опять же, к погоде. У нас были разные праздники, и были провальные праздники с хорошей погодой, потому что для всех это действительно повод уехать на дачу, огороды или просто еще в сроки в лес. Но год или два назад, не помню, была очень плохая погода, и для нас это было почти как новогодние праздники. То есть все потянулись, да? Многие предпочли именно в уютной атмосфере. И, в общем-то, да, кафе это было таким единственным развлечением. Тут еще идея высказывалась о том, что выиграют от длинных майских праздников производители вот этих полуфабрикатов, шашлык в том числе, да, там что-то там маринованные крылышки и так далее. Вот они будут по пути на дачу заезжать в магазин закупаться, и все, и как-то общепита останется в стороне. Но с другой стороны, существует точка зрения о том, что не все же майские праздники шашлыками угощаться. Нужно и передохнуть. Здесь ситуация вот точно такая же вот про погоду. Будет хорошая погода, выиграют они. Будет плохая погода, условно говоря, выиграем мы, да, там. Поэтому не столько длина, сколько именно погода вот в мае определяет, куда больше денег отнесут в городе. Ну, вообще сама инициатива, скажем так, заофициалить, да, вот эти длинные майские праздники и забрать дни у новогодних вам как? Мне сложно оценивать. Нет, личную оценку можно сделать, собственно, этой инициативе. Вот, не знаю, хочется вам лично отдохнуть подольше в майские праздники, или это в любом случае не получится сделать, потому что очень много обязанностей по работе? Ну, действительно, там, в зависимости от ситуации, тут в нашей отрасли количество выходных, они, наоборот, даже где-то усложняют работу, потому что длинные январские праздники действительно приносят много денег, но это много работы, и потом это компенсируется очень, ну, сниженным спросом во второй половине января. То есть, если брать в целом выручки за январь, то они не являются какими-то обычно сильно рекордными по году. То есть, просто спрос очень фокусируется на первые 8-10 дней, и это непросто. То есть, с точки зрения общепита, может быть, действительно, он где-то даже выдохнет, потому что для сотрудников общепита – это такой достаточно тяжелый период. А если говорить про общепит, который на бизнес нацелен, столовые, бизнес-центры, какие-то заведения, то это вообще получается достаточно серьезный спад. А если, кстати, вот почему мы сконцентрировались именно на майских праздниках? Может быть, другие какие-то периоды в течение года вспомнить? Вообще общепит, но он чувствует всплеск внимания к себе в январе, понятно, это майские праздники. Затем когда? Ну, летом, как обстановка. Может быть, летом нам подумать об увеличении каких-то выходных дней? Ну, летом и так, я так понимаю, на отпусках все фокусируются, и большое количество отпусков на лето перемещается, поэтому, наверное, дополнительные именно длинные выходные там не будут в плюс. С другой стороны, их можно летом гораздо эффективнее провести, чем в январе. Большинство людей, все-таки не очень много людей могут позволить в январе на эти дни куда-то улететь или уехать. Вот, летом, наверное, эффективнее. Опять же, если брать с точки зрения, что много людей ездит на дачу и продолжают заниматься этой деятельностью, для них, наверное, майские праздники тоже будут гораздо полезнее, чем январьские. В целом, лично мое мнение, что май, наверное, действительно более эффективен для жителей страны, чем январь. Другое дело, что вот эти регулярные изменения немножко смещают. А если январь-то все-таки в итоге сократят количество новогодних каникул, это не лучшим образом, да, я так понимаю, скажется? Скорее всего, это нейтрально будет, да, может быть, немножко выручки где-то потеряется, но в целом зато более спокойно, более предсказуемо и равномерно для сотрудников это пройдет. Потому что вот эти 9-10 дней января – это действительно очень серьезное испытание. То есть фактически это 10 суббот подряд, когда люди работают на пределе. Поэтому в конце праздников обычно у всех очень тяжелое такое физическое и моральное состояние. Поэтому я даже, наверное, скорее плюс, как плюс у вас смотрю. Люди работают на пределе, но они в итоге-то достойны, получают оплату своих усилий, своего труда. То есть они ощущают, что вот они поработали, и в общем-то это все пошло им на благо в материальном смысле. Так? Ну это, наверное, от системы мотивации зависит, как в компаниях настроено. У нас, безусловно, так как к выручкам почти все привязаны к прибыли, то да. Но, как показывает практика, иногда людям даже не нужна эта переплата за такой тяжелый, условно говоря, труд. То есть не для всех это является мотивацией. Нет такой суммы, которую нужно заработать, чтобы все это морально пережить. Которая бы возместила твои моральные и физические страдания, да, потраченные на выполнение своих рабочих обязанностей. Спасибо большое. Благодарим вас, Андрей. Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний культуры и гостеприимства. Полтора минуты у нас остается до рекламы, там будет новая тема. Вот хорошо, что мы сейчас о финансах заговорили, да. Я согласен, да, разделяю эту точку зрения о том, что к концу года люди все-таки, ну, и получают 13-е зарплаты, да, и получают премии какие-то от работодателя, и сами там пытаются... Ну, вот да, ты сказала, что ты... Пятьдесят ты о каком-то нереальном мире говоришь вообще. Что ты на фрилансе, да, для тебя это не слишком актуально, но так или иначе. Для многих, да, зрелых, да, людей, вот эти все дополнительные выплаты, премии в конце Нового года, я думаю, что многие сами откладывают, да, к Новому году, чтобы немножко поднакопить, чтобы накрыть нормальный стол, гостей пригласить и так далее. А май, наверное, в этом отношении, ну, он... Что там? Какие премии? Как можно поднакопить? Как к этому можно подготовиться? Ну, вот такая мысль у меня созрела, да? Понимаешь? Ну, с другой стороны, в мае траты не такие, тебе не нужно покупать подарки, елку наряжать. Так. Но, с другой стороны, много чего из фруктов и овощей еще не созрело, и ты все равно будешь их покупать. Ну, ты ведь покупал их и в апреле. В этом-то плане что изменится? Или ты в апреле не ел, чтобы поесть, а в мае? Нет, я имею в виду, что придется там на угощение, на тех же гостей тратить больше. На какие? Я тебе говорю, не пускай никого домой просто, и все. Хорошо, все. Это же не проблема. Все, сегодня прихожу в семью. Так, гостей больше не будет. Гостей в нашем доме больше не будет. Хорошо, мы завершаем на этом обсуждение этой темы. Впереди у нас будут представители компании Т-Плюс и представители прокуратуры, и будем говорить о безопасности детей на детских площадках, которые расположены у нас в охранной зоне тепловых сетей. Вернемся через полторы минуты. Тринадцать часов тридцать и одна минута продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Да, немножко задумалась. Дарья, мы сейчас будем обсуждать новую тему. Тема достаточно серьезная. И представим наших гостей, которые уже подошли в нашу студию. Пожалуйста, ближе к микрофону. Микрофон – это основное средство производства на радио, да, если выражаться таким простым языком. Если вы будете говорить не в него, вас просто-напросто не услышат. Итак, наши гости. Мне не принесли. А, тебе не принесли. Хорошо. Роман Батаков, руководитель управления эксплуатацией тепловых сетей города Кирова. Роман, добрый день. Добрый. Да, и ваша коллега Юлия Шастин, руководитель юридического управления регионального центра правового обеспечения компании «Т-Плюс» в городе Кирове. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я думаю, многие кировчане увидели эту новость о том, что у нас активнее стала прокуратура заниматься местами нахождения детских площадок, в том числе рядом с тепловыми сетями, да, в так называемой охранной зоне. У нас активно эта тема вообще поднимается в последние годы в областном центре. Слава богу, не происходит каких-то частых инцидентов. Четыр каких-то, да. Да, удается держать ситуацию под контролем. Но все-таки вот с вашей помощью, с вашим участием хотелось бы узнать сейчас и выяснить, как дела обстоят именно с соблюдением этих охранных зон. Как много у нас вообще объектов, которые попадают в пределы этих территорий и насколько это серьезную опасность представляет все-таки? Роман, давайте, да, я отвечу на этот вопрос. Значит, ну, сначала начну со статистики. Поближе еще. Да, у нас в Кирово-Чепецке порядка 67 нарушений и порядка, получается, 600... В Кирово-Чепецке мы сначала начали. В Кирово-Чепецке, да. И 670, порядка такой порядок цифр, это в городе Кирове. А нарушения, это что имеется в виду? Да, в чем их суть? Нарушения, значит, ну, я бы хотел даже, наверное, с другого сначала начать. Да, давайте. Это функция вообще охранной зоны. То есть для чего она нужна? Первое, это безопасность, да. То есть все равно тепловая сеть, это опасный производственный объект. То есть в случае аварийной ситуации, то есть люди могут просто пострадать. Ну, аварийная ситуация, простым языком мы говорим, ну, случился вот прорыв какой-то, да, и теплоноситель у нас оказался на поверхности. Да, и второе назначение, это беспрепятственный доступ в случае, опять же, какой-то аварийной ситуации, устраняя дефекта уже наших специалистов к этой теплотрассе, чтобы мы могли оперативно устранить ремонт. И при этом, чтобы им никто не мешал, да, заниматься своей непосредственной работой. Соответственно, да, возвращаясь к первому вопросу, то есть для чего вообще мы боремся с охранными зонами? Ну, вот, соответственно, вот, как я сказал, для вот этих обеспечения двух функций. И убираем, есть 197-е постановление, в котором приведен перечень объектов, которые не могут находиться в охранных зонах, то есть это детские площадки, остановки общественного транспорта, это какие-то, значит, это контейнерные площадки, свалки, ну и так далее. Вот, значит, вот эти объекты, они не могут находиться в охранной зоне, то есть это незаконно. Вот эти 600 с лишним нарушений, о которых вы сказали, в Кирове, да, это по большей части что? Как-то можно разбить, вот, например, там, 130 детских площадок, 50 контейнеров? Подавляющая часть, это парковки. Подавляющая часть, это парковки стихийные. Стихийные? На втором месте. А парковки обустроенные, не обустроенные, я имею в виду, там, с твердым покрытием? Да. Да. В том числе? Ну, в том числе. Мы такое отделение не делаем, вот. Вот, ну, то есть это парковки, основная часть нарушений, это именно стоянки, не санкционированные. Ну, тут, видимо, связано это и с ростом автомобильного транспорта, да, в последние годы в Кирове, когда не хватает места для того, чтобы где-то транспортное место поставить, и люди какие-то находят способы организовать вот эту парковочку, и, видимо, зачастую без согласования, в том числе и с вами. Да. Да. А вот мне просто интересно, а как происходит, если это, ну, пусть стихийная парковка, но если ее умудрились закатать в асфальт, соответственно, ну, как минимум, было какое-то собрание собственников, видимо. Ну, смотря где парковка. Мы имеем в виду возле многоквартирных домов, первую очередь? С стихийной парковкой, да, на придомовой территории имеется в виду, вот есть просто газон, он даже может быть с бордюром, но автомобили туда заезжают и просто там остаются, паркуются. То есть это даже не обязательно что-то обустроенное? Нет, 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 никаких опознавательных знаков, что это парковка, нет там шлагбаума, допустим, нет каких-то, я не знаю, еще других элементов, забора, объявления и так далее, разметки, но, тем не менее, это все равно нарушение. И при этом это охранная зона, да? А как с этим вообще можно бороться, то есть эту территорию нужно оградить? Потому что если эта парковка возникла стихийно, то, ну, можно предполагать, что она там будет всегда. Что ни говори людям, что это опасно. Первое, что можно сделать, это обозначить эту охранную зону. И вот в этом году мы ровно этим и планируем заняться, это наш следующий шаг. То есть заранее предупреждать жителей о том, что, извините, тут существует территория, на которой ничего находиться не должно, в том числе и ваша парковка. Верно. Кстати, да, личный опыт недавно я видел вблизи от моего дома. На протяжении нескольких лет я наблюдал картину, когда вот в грязи автомобили оставляли, а тут, видимо, договорились, засыпали щебеночкой. Сейчас вот там они паркуют свои автомобили. Но я прекрасно понимаю, что рядышком, потому что пораньше вытаивает, и там теплотрасса идет. Я так подозрительно на это все гляжу. Последние дни наверняка нарушают людей. Я потом вам скажу адрес. Хорошо. Если что. Вот эти выявленные нарушения. Для нарушителей есть ли какие-то последствия, учитывая, что их этих людей много? То есть они там паркуются. Это не какая-то централизованная парковка, за которую заплатили и берут деньги. То есть тут вообще какие-то меры воздействия существуют? Да, я снова, наверное, начну немножко с другого тогда. Немножко отойду в сторону от этого вопроса. Ну, чтобы было понятно. Вот смотрите, все нарушения, которые у нас есть, то есть 700 условно нарушений, они у нас приоритизированы. То есть есть нарушения, по которым мы работаем в первую очередь. Есть, по которым мы, так скажем, работаем во вторую очередь. То есть, видимо, зависит от потенциальной опасности. Да, естественно. То есть под первым номером у нас идет детские площадки. Потому что это, во-первых, там дети. То есть там есть реальная опасность. Тем более, ну, все мы, наверное, помним случай, который в 2021 году произошел. На Северосадове мы имеем в виду. Да, мы вспоминали тоже о нем. Поэтому детские площадки, это для нас самое главное. А детские площадки, тут они могут как находиться и на территории каких-то учреждений дошкольных, так и на придомовых территориях и в других каких-то местах. Так, парковки. На втором месте площадки, да? Это по количеству, если говорить, но не по важности. Да. Далее еще назовите, где наиболее часто встречаются нарушения. Ну, наверное, вот парковки, стоянки и детские площадки, это, наверное, будет 90%. Дальше уже это, ну, можно общую группу прочее объединить. То есть это какие-то гаражи, это, значит, нестационарные торговые объекты. Заборы. Заборы. Контейнерные площадки. Организованные посадки деревьев. Клумбы монументальные. Остановки-то общественного транспорта, как оказывается там. То есть это же уже точно не стихийное что-то. Как, ну, я не знаю, что это никто не в курсе был. То есть органы муниципалитета поставили в непосредственной близости с тепловой камерой обстановки. С остановками вообще все непросто, потому что у дорожников же тоже есть свои нормативы. И тут получается такой конфликт двух нормативов, да? То есть, получается, остановку они не могут перенести в другое место. И есть некое нарушение в охранной зоне. Почему в последнее время вообще много внимания этому стало уделяться? Изменилось законодательство, да, насколько я понимаю? Нет. То есть ведь вам нет? Нет. То есть, на мой взгляд, во многих местах, ведь, ну, там, теплотрассы, они очень давно обустраивались, да? И то, что над землей, это появлялось впоследствии. Просто если посмотреть детские площадки, да, фотографии, которые периодически мелькают рядом с тепловыми камерами, по этой площадке видно, что ей, я не знаю, лет 15-20. То есть это бывают прям старые какие-то проржавевшие качели. Да, и, соответственно, возникает вопрос, а тогда не задумывались о том, что она находится в этой охранной зоне? Или каких-то не было этой охранной зоны или что? Ну, смотрите, ну, конечно, задумывались. Эта работа, она велась всегда, просто сейчас больше такой формальный характер, что ли, она приобрела, то есть именно с обращением в суд, да, потому что в последнее время, ну, у нас, как бы, люди становятся все грамотнее. Ну, хотелось бы надеяться. В правовом смысле. Вот, и поэтому уже в рабочем порядке, то есть, допустим, когда нам нужно там устранять дефект или проводить реконструкцию, даже, ну, вот ситуации прям, могу даже сказать, нонсенс, да, когда при проведении реконструкции сетей нас заставляла управляющая компания подписывать договор о том, что мы там восстанавливаем детскую площадку или там парковку прям вот в охранной зоне. И она просто не допускала нас к работе даже. Ну, ничего себе. Пыталась, во всяком случае. Тут вы бы, конечно, осчастливили этим самым, да, и жителей, и управляющую компанию, но надо же понимать, да, это не ваша работа, не ваша забота. Поэтому с учетом, с тем учетом, что такой рабочий порядок взаимодействия стал все чаще давать сбои, поэтому и пришлось все выносить вот именно такое больше правовое поле. Юлия, насколько часто приходится сталкиваться вот с такими случаями? Были ли тоже вот прецеденты, я не знаю, когда не допускают этот плюс к работам, чтобы, не дай бог, там какую-то парковку не повредить? Вот о том, что нашу компанию не допускают к работам, случаи, конечно же, были, Роман уже о них рассказывал. Могу еще дополнить мнение юридического управления на эту ситуацию. Почему действительно наша компания сейчас усиливает эту работу? Мы это связываем еще и с увеличением плотности застройки в городе, то есть возникают новые дома, граждане очень часто сами принимают решения об организации. Например, детских площадок, парковок действительно увеличивается транспортная нагрузка. И очень часто люди не понимают, что они, размещая парковки, детские площадки на своей придомовой территории, которую они считают своей собственной, никаких преград в этом не видят, нарушают требования типовых правил номер 197, о которых говорил уже ранее Роман. И в данном случае мы, конечно же, ждем социальной ответственности от людей. И, в общем-то, у нас для них есть такой совет, чтобы они перед тем, как такие инициативы принимать, конечно же, удостоверились, что по территории их двора не проходят тепловые сети, они не нарушают охранные зоны. Но первонаперво мы считаем, что они могут обратиться и получить выкопировку из СГД. Это такой документ, на котором можно будет понять, действительно ли их по... Есть ли там коммуникации вообще? Конечно, да, есть ли там коммуникации. И вот с этой выпиской они уже могут обратиться в дальнейшем в администрацию города Кирова, им там пояснят, какие компании не должны обратиться за согласованием. И после этого, в общем-то, получив согласование, они уже могут смело размещать детские площадки, парковки, что они там захотят на своей территории, проводить земляные работы, гумбы. То есть благоустройство, это, конечно, очень хорошо, это очень важно, но когда оно не несет тебе никакого риска. Смотрите, да, момент, прости, перебью. Но то есть вот когда это, например, ТСЖ, ну вот этот порядок понятен, да, потому что ТСЖ, грубо говоря, делают, делаем все сами. Соответственно, сами получаем все согласования. В случае с управляющей компанией, то есть ты же платишь управляющей компании, и ты предполагаешь, что с юридической точки зрения вот здесь тебя уже подстраховали, что называется, юристы управляющей компании. И, соответственно, если это прошло общее собрание собственников, если все подтвердилось, то это уже можно делать. И, наверное, неудивительно, что можно потом столкнуться с каким-то негативом от жителей, да, потому что, ну, они-то тоже откуда это знали. То есть вот у них есть управляющая компания, которая должна была все эти моменты решить. То есть вы надо подозревать еще из некомпетентности управляющей компании, что ли, сталкиваетесь? Зачастую. В судебных процессах мы это обнаруживаем. Поэтому мы ведем широкую просветительскую работу, выступаем в жилой инспекции, стараемся донести до момента уже рассмотрения вопроса в суде, до управляющих компаний, что они должны ответственно подходить к управлению домом, что они должны внимательно изучать типовое правило номер 197. И когда жильцы хотят проявить какую-то инициативу, немного урезонить их с точки зрения соблюдения норм закона. И они в первую очередь должны знать эти нормы закона, будучи ответственной управляющей компанией. А вот как вы узнаете об этих нарушениях? Только когда подходит период что-то ремонтировать или какой-то, я не знаю, подворный обход или что-то? Или инспектируйте. Прямо что называется. Территория города огромная, тоже не уследишь за каждым двором. У нас еженедельно совершаются обходы персоналом, обслуживающим тепловые сети, как раз вот с целью проверки состояния тепловых сетей, ну и на предмет обнаружения нарушений в охранной зоне. Таким образом они выявляют все эти нарушения, мы включаем их в план работы. То есть это все в процессе непосредственно обследования, да? Хождение, что называется? Это не обследование, это каждодневная работа, это одна из обязанностей основных эксплуатаций депритирующего персонала. Вообще требования по размерам этих охранных зон, они, наверное, там различаются в зависимости от категории какой-то там, да? То есть где-то побольше или вот поясните, пожалуйста, как специалист, как это происходит? Охранная зона, ну в типовых правилах, там формулировка следующая, не менее трех метров. Мы понимаем, что у нас в городе со свободным местом все сложно, поэтому берем, именно принимаем эту минимальную планку и, соответственно, 3 метра от края строительных конструкций тепловых сетей. То есть если это лоток, то от края лотка получается 3 метра. Если это бесканальная прокладка, то от стенки трубопровода. Ну, понимаю, да, как на местности пытаюсь это представить. Ну, 3 метра вроде бы не так и много, кажется, да? Не так и много, но я думаю, в вашей практике... В обе стороны. Да, в обе стороны. Я понимаю, да, да, да. Я думаю, что это нам кажется, что не так много, но в вашей-то практике наверняка это к серьезным там, да, вы знаете, что там серьезным спором приходит, приводит вернее. Да, бывают... Там, не знаю, если там аналогию такую смелую проводить, может, не очень корректную, как соседи по дачному участку, да, они же там... А забор двигает. Они же там бывают, там, из-за 5-10 сантиметров борются. Ну, смотрите, я могу вам, опять же, статистику привести. Вот у нас 111 нарушений было устранено за 2020 год. Вот, в том числе 73 добровольно, остальные в судебном порядке. Вот, то есть, поскольку мы добровольно устраняем, это говорит о том, что люди воспринимают эту проблему, понимают ее, и когда мы проводим переговоры, мы им объясняем, что мы не просто пришли и требуем там по каким-то непонятным причинам, там, из вредности или еще для чего-то, а потому что мы обязаны соблюдать закон. А из-за чего люди готовы судиться? Из-за качелей? Как правило. Вы же тут выкладываете все свои карты, смотрите, вот закон такой-то, закон такой-то, все. Потому что, судя по статистике, не так и мало людей считают, что они могут опротестовать. Мало того, у нас ведь нет цели уничтожить эту детскую площадку, ведь детская площадка состоит из элементов, то есть это качельки, скамеечки, что там еще может быть. Мы не хотим, чтобы их все взяли и выкинули из этого двора, мы просто говорим, вот смотрите, здесь охранная зона 3 метра туда, 3 метра туда, вынесите, пожалуйста, вот эту качельку, которая попадает в эти 3 метра из охранной зоны, оставьте ее на территории двора. Пускай дети на ней качаются, но, пожалуйста, не в охранной зоне, потому что это для них представляет опасность. То есть вот разумные люди это понимают, а вот уже те, которые это не понимают, вот да, действительно, мы с ними сталкиваемся в суде. Ты, я просто пытаюсь понять, где грань-то этой разумности или неразумности, что с теми-то людьми происходит, почему они не соглашаются. Я бы хотел добавить еще, что часто в суд приходится идти на те управляющие компании или на тех собственников, которые вообще полностью игнорируют наши претензии. То есть это системные какие-то нарушители. Отсутствует вообще, ну, то есть отсутствует вообще какой-то диалог с ними, да, и поэтому мы вынуждены, поскольку мы даже с ними поговорить не можем, обсудить эту проблему, мы вынуждены подавать на них в суд. То есть хотя бы встретиться в здании суда, чтобы посмотреть в глаза, да, как говорится. Есть такое понятие, как злостный нарушитель. У нас был такой случай интересный, как раз это судебный спор у нас был с индивидуальным предпринимателем. Он решил организовать торговлю, поставил ларюк, киоск на территории многоквартирного жилого дома. Не согласовал с жильцами размещение этого киоска. Ну, слушайте, это же через общее собрание все должно проходить. Верно, абсолютно, но это уже дело, естественно, жильцов, мы в этот вопрос вмешиваться не можем, мы можем защищать охранные зоны. Мы обратились к нему с претензией, он ее проигнорировал и были вынуждены обратиться в суд. Через суд мы обязали его вынести, его киоск из охранной зоны. Решение вступило в силу, к слову, во время судебного разбирательства он всячески затягивал рассмотрение дела, пытался продлить нахождение этого незаконного ларька в этой охранной зоне. Ну, конечно, суд нас поддержал, мы выиграли дело в всех инстанциях, и теперь уже, в общем-то, с ним общаются приставы, и он все равно пытается тянуть процесс переноса этого киоска, получает штрафы, платит из полосбор, но, видимо, избрал такой способ. Чем же он таким торгует, что все это покрывается, все эти затраты? Ну, теперь, конечно же, судебные приставы с ним справятся, у него уже не будет выбора, естественно, он подчинится, конечно, оно уже вступило в СИО. Ну, вот и такие бывают несознательные граждане. Понимаем. Встречаетесь ли вы, сталкиваетесь ли вы с такими ситуациями, когда, ну, вот обследовали территорию, все нормально, снова пришли, и бац, уже нарушение появилось. То есть, насколько интенсивно возникают, появляются новые-то несоответствия? Ну, у нас список растет примерно на 2-3 позиции за неделю. За неделю. То есть, ну, это говорится далеко не о полной грамотности, да? Все равно очень много таких, кто не в курсе этих норм существующих. Вы сказали, что следующий этап у вас будет информирование. Да. Да, по поводу охранных зон, что это? В широком смысле. Да, да. Ну, вот мы сейчас информированием, да, тоже занимаемся в нашем эфире. Какие еще форумы будут задействованы, там, не знаю, наружные какие-то, таблички какие-то будут или что? К чему готовятся горожанам? Да, значит, ну, вот начну, наверное, с того, что, как я только что сказал, Юлия, да, проводятся различные школы коммунальные, как они там называются. Вот то, что вот лекцию проводили в ГЖИ, приглашали старших по домам, то есть рассказывали также про охранные зоны. А, ну, в эту правильную категорию затрагивается, да. Рассказывали про охранные зоны, то есть как вообще избегать этих нарушений, что делать, если уже нарушения есть, ну, и так далее. Ну, и вторая часть этой работы информационной, это, конечно, установка опознавательных знаков. То есть на тех объектах, на которых есть нарушения, ну, или на которых они были устранены, да, то есть чтобы впредь они не повторялись, мы хотим разместить информационные знаки. Что они будут собой представлять это? Ну, если вы видели, как Газпром примерно обозначает свои сети, то есть это пластиковая труба диаметром 100, да. Что-то яркое, заметное издалека. Наверху табличка, которая показывает, на какой глубине залегает наша теплотрасса и обозначает охранную зону в каждую из сторон. — Давайте еще раз напомним, если вы обладаете такой информацией, вообще какая ответственность предусмотрена за несоблюдение границ охранной зоны? Ну, тут, видимо, для юридических лиц отдельная ответственность, да? — Административная ответственность как таковая не предусмотрена, но мы вправе через суд демонтировать объекты из охранной зоны. И вот уже, когда выносятся решения, как правило, там суд присуждает штраф за каждый день нарушения срока устранения такого нарушения. То есть там бывают различные штрафы, бывает и 500 рублей в день, бывает и 1000. То есть это довольно-таки болезненные, я думаю, что штрафы. Поэтому они побуждают все же соблюдать уже вступившие в законную силу решения. — А существует ли, не знаю, там отдельный состав, если что-то в охранной зоне, что-то случилось, что привело к каким-то тяжким последствиям? То отдельное наказание более суровое предусмотрено? — Ну вот, если говорить об какой-то отдельной статье, если вы уже говорите об уголовной статье, я так понимаю, что... — Ну, скорее всего, к этому склонились часто. — Тут сложно сказать заранее, то есть нужно знать, какая ситуация произошла. И поэтому мне вот судить в данном случае тяжело, но я думаю, что лучше нам об этом не знать. Мы очень надеемся, что таких случаев на территории города Кирова не будет. В общем-то, для этого мы и работаем, для этого мы и делаем всю нашу работу быстрее, хотим информировать, выходим, в общем-то, к людям. Мы всегда готовы рассказать, показать, как все-таки устранить эти нарушения. И поэтому надеемся, что такой вопрос возникнуть не должен. Естественно, ответственность уголовная может быть предусмотрена, и мы считаем, что это должно тоже удержать людей от нарушения охранных зон. — Пару минут у нас есть на... — Прокуратура, да, у нас полторы минутки еще на связи. Денис Сухомлин, помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ. Денис Сергеевич, добрый день. — Добрый день. — С точки зрения прокуратуры, надзорного органа, есть ли какие-то претензии тоже в плане нарушения охранных зон? — Коллеги, значит, у нас есть определенные результаты надзорной деятельности. В прошлом году мы об этом сообщали, что органами прокуратуры вывелено порядка трех тысяч таких объектов, которые, соответственно, их границы должным образом не определены. Органы прокуратуры по данному факту обращались с исковым заявлением в суд. И все-таки по результатам рассмотрения иска такие охранные зоны объектов теплоснабжения были определены. Это в первую очередь обеспечивает безопасность граждан при нахождении в зонах этих границ. Ну и, соответственно, их имущество. В текущем году органами прокуратуры в городе Кири выявлены факты размещения детских площадок на данных территориях. Это муниципальная школа, несколько детских садов. По этой причине также приняты меры прокурорского реагирования, внесено представление. И все-таки удалось обеспечить безопасность по результатам контрольной проверки, которую проводили работники прокуратуры и сотрудники ресурсоснабжающей организации. Такие детские площадки, они были вынесены за пределы охранных зон тепловых сетей. То есть на предписание нарушители реагируют? Да, есть реакция, и она правильная, поскольку все прекрасно понимают, что в случае наступления неблагоприятных последствий, в случае возникновения каких-то аварийных ситуаций на тепловых сетях, граждане могут пострадать, могут пострадать дети, может быть повреждено их имущество. Денис Сергеевич, 10 секунд у нас. В первую очередь обеспечить безопасность граждан и какую-то провести профилактическую работу. То есть в данном случае усилия прокуратуры и ресурснабжающей организации, они нацелены в единое целое, на единый положительный результат. Спасибо. Да, спасибо большое за информацию. Завершается, к сожалению, у нас уже время эфира. Денис Фомлин, помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ, был у нас на связи. Да, спасибо нашим гостям, Роман Батаков, Юлия Шастина. Последний короткий вопрос. В течение какого времени сейчас планируете расставлять эти информационные непосредственные конструкции об охранных зонах? В летний период. В летний период активно этим будете заниматься. Спасибо. На этом завершаем.